У меня есть атлас, атлас мира. И там перечисляются страны, континенты, население этих стран, столица, площадь стран. И там преобладающая религия и валовый, национальный валовый продукт, сколько в стране. И вот, чисто так вот интересно. Так листаю, листаю, смотрю. Ага, религия. Ну, христианство, протестантизм. Самые богатые страны во всем мире являются странами, где развит протестантизм. Швеция, Штаты, Южная Корея. То есть все самые развитые страны мира. То есть о чем это говорит? Значит, где-то собака, как говорится, порыта. Значит, как-то вот эта идеология христианская, она же как-то влияет на страну, на экономику, на все, что там происходит. В этих странах самый низкий уровень, там, той же наркомании, опять же, такие, самогрема наркомании. Преступности, да. Преступности, как бы. И все оно взаимосвязано. По большому счету, ну, проблема наркомании. Да, реабилитационные центры, это, ну, они очень хорошо, как бы, в этой области работают с наркоманией. Но мы боремся уже с последствиями наркомании. Конечно. То есть последствиями. Мы уже рубаем этому змею Горынычу, рубаем головы, а их вырастает, их там, одного реабилитировали, десять появилось новых. То есть это проблема уже... Особенно, когда Оля выходит и говорит, я 15 лет кололась, а вот сейчас я, говорит, пришла в центр и все нормально. Я в шоке был. Я в шоке был. Понял? Понял, о чем я говорю? Это значит, можно 15 лет колоться. А потом найти себе в центр, какие проблемы, и бросить колоться. Да нет, надо говорить, что все, дружок, если ты один раз укололся, то хана, сдохнешь. Сдохнешь. Да, и одними центрами, конечно, проблемы не исправили. Да, и все. Вообще даже... У вас должна быть другая задача. У вас вот сюда, конечно, тут уникальные люди к вам попадают. И прикидешь этот кадр с восьмого этажа, да? Ну нормально вообще лететь с восьмого этажа и остаться живым, а? Это же вообще уникальный кадр. А еще есть кадр, которого похоронили, похороны отгуляли. Он есть тут? Сейчас есть. Вы с ним разварили Витя, вот этот метадонщик. А вот это он? Да, его похороны уже отпразднули, похороны. И уже водки выпили, уже там родственники все. Ну все, ему там уже все, похоронили пацана. Нет, за это он не говорил, он за армию. Он такой классный рассказчик. Похороны, как его спрашивают. Потом его девчонка чисто случайно, как-то я, честно говоря, сам не знаю, но как-то заметила, что... Подождите. Что он где-то ходит, да? Муж мой, дай мне фотографии. Что вы... Ваш муж, никто у вас его не забирает. Прилаживайте, прилягивайте с нами. Прилягивайте. И говорит, что-то мне кажется, что это не он, не Витя. По каким-то там... В гробе, да? По каким-то примерам. По каким-то примерам. В гробе, который лежал. Да. Говорит, да это не он, вы что? Он и начал кипиш поднимать, все там. И потом, когда начали разбираться, так и да, это не Витя. А кто же там лежал в гробе? Ну, какой-то там другой, да, тип. Витя. Да, сошли, ну, думали... А что там произошло? Ты мне прошлый раз рассказывал, но... Я думаю, он лучше рассказывает, что... Я думаю, что да, а где Витя? Винты пришли, там, это самое, все. А где Витя? Красавец. Красавец. Не, он про армию рассказывал, он такой рассказик интересный, как он на дурке лежал и из таких наркотиков повидал. Швава, дорогая. От губы косил. Вова, значит, смотри, я же опять же жалею. Как ты вообще можешь быть сам не наркоман? Ты ж не кололся, не глотал, не нюхал. Не, ну, смотри, я такой... Или кололся, в глаза, в глаза смотри. Влоса. Среднестатистическим был таким... Чуть-чуть кололся? Гражданином. Ну, культурно хоть кололся? Нет, я курил. Траву, культурно. Да, я пробовал, как бы, такое, все общепринятые. Ну, трава, сигареты, алкоголь. То есть, был таким вот обыкновенным... Средним, да. Среднестатистическим, да, гражданином. Средним статистическим. Присаживайся. Развлекательные мероприятия. Сейчас поиграем. Сейчас поиграем. Поиграем волейбол. Те не поели, те не поели. Да, давай накушаем. Я еще не ел. Да? Да тут такие истории караул. Тут он, Витюня, есть, которого похоронили уже. Можешь себе прочитать? Да, вот я с ним только общался. Да. Вот ту историю, да. Это опасная информация. Не, ну ты ж рассказывай. Надо взорвать мир. Не, 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 а ты рассказывай только не опасную. Я просто боюсь, чтобы не ожесточились органы. Ну а что не ожесточились? Ну ошиблись и все. Бывает. Была ошибка, но... Не, ну нормально. Ну а там же все уже... Это же давно уже было? Сколько это было? Год назад. Да, там уже все забыли все. Кому надо там уже поощрили их, кому надо. Я это считаю, что просто как твое второе рождение, как бы получается, да? Да. Это мы сейчас как бы смеемся. Матери моей стоило этого инсульта. Матери. Отнятие, ну и у нее отняло пол, пол стороны. Много последствий было у родственников, у родных. Ну, узнали о моей смерти. Это известно. А сейчас мама как? Сейчас мама славит Господа за то, что я жив. Она здесь где-то? Нет, сейчас ее нет, она на работе. Она на работе. Она приходит в церковь вместе со мной, благодарит Бога за то, что Господь оставил мне жизнь, поставил меня на ноги и освободил меня от греха. Освободил меня от наркотиков, освободил меня от прежнего мышления. Благодаря мне, в Библии сказано, спасешься ты и спасется весь родник. Ну, то есть, вся твоя родня, весь твой дом. Я спас, и меня спас, и меня спас, буквально из могилы. Ну да, реально. Я по-настоящему лежал в гробу, хоронили парня, похожего на меня. Ну, по ошибке его опознали от меня. Я лежал одетый в гробу, крест стоял возле моего порога дома. На похоронах присутствовали все мои родственники, все мои друзья, все мои девчонки, все знакомые. В кафе были накрыты столы, на Херсонском шоссе, в кафе у мамы. Все, что вы хотите. Пожелаете. То есть, все реально, по-настоящему. Я тогда послал свою жену на похороны, что я думал, что это милиция, я послал его все специально, не верил до конца. Я послал свою жену на похороны, я сказал, переодевайся в черное и идти ко мне на похорон. Я в телефонном режиме сообщаю, что происходит. Ну, я навернул, наверное, себе, что я Аль Капона, или какой-то опасный преступник с Интерпола. И милиция решила накрыть скопом всех. Ну, и часа в четыре дня она уже звонит мне, говорит, все, говорит, я уже не могу, я уже не удерживаю. Потому что все плачут, все рыдают. Мама ж не знала, да? Нет. Ну, хоть бы маме предупредила. Ну, я решил так. Ну, потом, часа в четыре, часов в пять вечера, когда яма уже была выкопана, понятно. Потом сообщили, разоблачили, когда вывлечился. Ну, она сразу подошла, Юла. Не было наколки на ноге того парня. У меня пикса была, у него не было пикса, открыла ему вот так, по примерам, сразу же меня разоблачили. И двор взорвал. Ну, все, кто были во дворе. Братва была в шоке. Ну, у меня есть такой друг, мы с ним выросли вместе, он сам не наркоман, нормальный парень, все. И он был в шоке, все же свинками были, там, к дорогому другу, ну, и там, с ленточками, все, как положено. Ну, и там, и он говорит, и он в шоке, он стоял минут 15 разговаривает, а потом говорит с мамой моей, Тетя Оля, а что ты делаешь с этим? А там 15 ящиков ввозят. Ну, мама говорит, ну, пейте уже за день рождения. Ну, и вот они там два дня гуляли, водопой гулял, праздновал, витингтон, рождение. Второе, да? Да. Ну, и как ты пришел к Богу? Это же позже было уже, да? Ну, да, позже уже было. Ну, я уже понимал, я уже тогда понял, что это, ну, предупреждение, что это Бог меня уже предупреждает. Ну, реально меня достает из манилы, наставит меня. И я живу до сих пор. Ну, я иду, я живу, дышу. Сколько это прошло времени? Вот прошло. Вот прошло, да? Я просил всех. Я попадал в милицию, я просил милицию. Я говорю, милиция, вы же должны ставить нас на путь праведный и истинный. В лагерь, ну, я уже был в лагере не один раз. Меня это не исправляет. Куда? В реабилитационные какие-то центра. Я был в этих центрах. Меня это не помогало. Наркология. Я не один раз лежал в наркологии. Медицина мне не помогает. Ну, я понимал, что мне надо как-то спасаться, но так я уже просто не знал. Потом волей Божьей как-то мама нашла телефон. Пасторя нашего Александра Ивановича. Здесь, в Харениху, меня привезли сюда, в Харениху. Я весил 69 килограмм. Ну, от меня одна голова осталась для носа. И все. То есть я был худой такой, что... У меня было 100 единиц дозы метадона. Что такое 100 единиц, как это? Как это? Ну, короче, в инструкции по пользованию препаратом метадоном написано, что дневная доза обезболивания должна составлять 12 единиц. 25 единиц – это смертельная доза для неупотребляющих наркотики. 25 единиц. У меня была доза 100. Ну, то есть 4. Во мне ходило 4 смертных. Слушайте, а вот когда вот эти вот организации, которые... Ну, у которых эта программа метадоновая, они, как правило, еще на свои круглые столы приводят ребятам, девчонок, которые... Вот она употребляет метадон, вот. И она встает и начинает рассказывать, как ей классно, что она уже начинает... Что она вернулась к жизни, я употребляю метадон. Это то, что все, или что? Или это реально вот людям, некоторым хорошо? Ни в коем случае как-то, ну, позорить там или там хаять, допустим, эту программу, там, что-то плохое говорить о государстве, о государстве на этой программе, там. Потому что я реально видел людей, ну, девчонок и пацанов, которых устраивает такая жизнь. Есть такие люди, да, которые устраивают? Есть такие люди, которые не бросают, а их устраивает такая жизнь. Они что, реально могут нормально работать? Они принимают препарат, работают, ведут нормальный образ жизни и живут много, ну, ну, как много, четыре, я знаю по четыре года. Вот я знаю по четыре года. А потом? Ну, пока потом еще не наступило. А, четыре года они уже в программе, да? Да. Вот четыре года они едят, они нормально, нормально, они работают, они принимают препараты, нормально. И лечит постоянно дозу или нет? Остаются, наверное, их устраивает, эта доза их устраивает такая жизнь. Ну, они, ну, этот человек не может уехать никуда отдохнуть, этот человек не может уехать никуда поработать, этот человек должен быть ровно в определенное время, как день на приеме препарата. Получается своеобразная такая вот система. Перепорчив.